Давайте поговорим о запретах. Давайте поделим все запреты на две категории, на два типа. Конструктивные и деструктивные. Что такое конструктивный запрет? Это запрет, который объективно должен существовать. Что такое деструктивный запрет? Это хрен его знает, почему такой запрет существует. Вот вы говорите, нельзя так, я вас спрашиваю почему, а вы говорите, хрен его знает. Это деструктивный запрет. То есть запреты, которые вы не понимаете, они деструктивные. И это то, что разрушает жизнь человека. Его судьбу. Фиксирует. Фактически. Давайте разбираться с самым главным фактором конструктивных и деструктивных запретов, откуда они появляются. Причиной их существования. И для того, чтобы понять, откуда появляется природа конкретов, нам нужно пройти некий пошаговый план. И так рождается человек на планете Земля. Вот он родился, он ничего не знает, ничего не понимает и так далее и тому подобное. И тут родители ему говорят, что так нельзя. Он не согласен, конечно, с этим. Потом считает, что можно. Получает по лбу и запоминает, что так нельзя. При этом, почему так нельзя, и мы тут что, никто не объясняет. Откуда появляется этот запрет? Из опыта родителей. То есть такой тип запретов возникает из опыта родителей. Потому что никого больше он пока не знает. Но он дома сидит, ему там есть дня два года. Он никогда с кем не знаком пока больше. Потом он вырастает, идет в детский сад, там воспитательница по башке ему бьет и говорит, что это нельзя. Не объясняю, почему нельзя. Откуда этот тип запрета? Это персональная дурь определенного человека. Понимаете? То есть это природа персональной дуи определенного человека. Но запрет как бы существует. Теперь. Проходит время, человек идет в школу. Там куча дураков. Не один, не одна воспитательница. А много учителей, идиотов. Поэтому это совокупность дурей этих людей. Потом человек идет в университет. Там еще куча дураков. И это совокупность еще дурей этих дураков. Следующих. Давайте разбираться, какого черта человек принимает этот запрет. Почему люди вынуждены принимать эти запреты дураков? Ну, первые идиоты, это семья. Им кажется, что их опыт, это истина в последней научной инстанции. Но на самом деле, среднестатистическая семья, это два дегенератора, которые, ну, упаси расход от их опыта, всех их детей, и всех детей вместе взят, и весь мир, и всего остального. Но они пытаются нарезать этот опыт, этому человеку, под страхом голодной смерти. То есть голодная смерть толкает человека принять этот запрет. Это первое. То есть это очень важные запреты. Вот эти первые. Потому что они самые сильные. Потому что это голодная смерть. Потом, воспитательница в детском саду сумасшедшая, она почему может вводить эти запреты? Под страхом наказания. То есть у человека, ну, появляется страх наказания, вот, в районе детского сада, да? Это я специально взял эти этапы, для того, чтобы вы поняли, как это работало. То есть здесь вас могут наказать и в детском саду, и родители за то, что вы плохо себя ввели в детском саду. Что такое наказание в детском саду? Это лишение. То есть вас чего-то лишат. Что-то у вас отберут. То есть эти запреты человеку навязаны, и он был заставлен их принять. теперь набор этих запретов. он неизвестен. Он неизвестен. Это без прикола. Мы не знаем набор. Попробуйте перечислить набор запретов. Вы книга в жизни не перечислить. Потому что это все произведено в тот момент времени, когда человек только формируется. И соответственно, эти запреты им восприняты как вынужденные, вынужденный компромисс для того, чтобы существовать. Давайте теперь рассмотрим механизмы возникновения конструктивных запретов. Обычно конструктивные запреты с одной стороны имеют объяснение, а с другой стороны они возникают в силу определенных причин и обстоятельств только. Если вы вспомните фильм «Вместо встречи изменить нельзя», снятый по вайнерам «Милосердие», если вы вспомните фильм «По данным уголовного розыска», вы увидите, что там молодые парни, пришедшие в отдел по борьбе с бандитизмом, а их старшие товарищи учат определенным вещам, например, «не садись спиной к окнам», «не сиди так, чтобы тебя было видно», «не садись спиной к выходу» и так далее и так далее. То есть эти вещи кровью написаны. И каждый конструктивный запрет имеет что? Не только объяснения, но и прошлые примеры. Вот Вася Пупкин сидел спиной к этому и получил пулю в затылок. Не успел даже повернуться. Поэтому не садись спиной к двери. То есть, смотрите, конструктивный запрет имеет запрет, объяснение, почему так и пример конкретный. То есть человек понимает, что если он не хочет получить пулю в затылок, ему лучше в спиной к двери не садиться. То есть это осознанно, интеллектуально, разумно принятый запрет с целью остаться в живых. Вот уставы вооруженных сил, они все написаны кровью. И это конструктивный запрет. То есть видите, конструктивный запрет имеет такую вещь, как сам запрет, нельзя делать, объяснение, почему нельзя делать и примеры того, как делали уже. Спасибо.